Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я думаю, что все устали, поэтому я буду очень кратко. Мы, как агрохимическая служба Ростовской области, ведем мониторинг показателей плодородия почв. У нас отслеживаются показатели, связанные с состоянием посевов. На сегодняшний день север в хорошем состоянии, потому что они отсеялись раньше. Юг, восток, приазовская зона здесь немного похуже. Вот те морозы, которые были на прошлой неделе, действительно несколько ухудшили внешний лист посевов. На самом же деле посевы не пострадали. В некотором случае на раскустившихся посевах пострадала листовая поверхность, но нижних листьев. И это очень хорошо заметно на раскустившихся посевах, которые имеют сейчас 5 и больше побегов. Поэтому сейчас какого-то напряжения у нас нет. Но вот эта ситуация заставляет нас задуматься о том, что нас будет ожидать весной. Сейчас идет закупка минеральных удобрений. С минеральными удобрениями у нас тоже сейчас более или менее нормальная ситуация. Мы ожидали хуже. Но на данный момент план закупки, который у нас стоял, 402 тысячи тонн в действующем веществе, мы закупили и внесли. И сев мы провели с вами с применением удобрений. 93% посевов посеяны с применением при посевном внесении удобрений. Вот это очень хорошая тенденция. Потому что ее нужно нам с вами сохранить. То, что здесь говорилось о сортах, то, что говорилось о технике, то, что говорилось о погодных условиях. Все это составляющее одного будущего нашего урожая. И поэтому мой призыв к вам четко выполнять технологии. Не стараться за счет технологии снизить затраты. Сейчас много говорим о затратах, о диспаритете цен и всего остального. Но, дорогие мои, мы с вами уже посеяли почти 2 миллиона 900 тысяч гектар. Это больше даже, чем в прошлом году. И эти посевы нужно довести до достойного урожая. Что у нас с погодой на зимний период? Сейчас прогноз довольно-таки, ну, или, можно сказать, что даже благоприятный. Потому что конец декабря, январь, февраль у нас температуры не дают нам высоких температур. То есть минус 20 градусов и выше. Где-то в пределах минус 10-11 градусов. Самое интересное, на что мы должны обратить внимание, у нас февраль пока без потепления, в прогнозе. То есть на это тоже нужно обращать внимание. Какие управленческие решения связаны с вот этой ситуацией? Что у нас на юге, в приазовской зоне, в центральной зоне, у нас посевы в состоянии 1-3 листа. Значит, нам нужна мячная селитра. Учитывая то, что у нас не будет февральских окон, нам придется оттягивать нашу первую подкормку ближе к марту. А может быть даже и к середине марта. Потому что март тоже стоит довольно холодный. То есть наша задача максимально выдержать ту технологию питания, которую мы с вами за последние годы отработали. Вот такой призыв есть у меня к вам. Более того, я хочу, я привезла вот такие небольшие рекламные листочки, но ценность их не только в той информации, которая изложена здесь. Это рекомендации по отбору листовой и почвенной диагностике. Но вот здесь вот есть ссылка на наш телеграм-канал. Мы ведем практически еженедельные наблюдения за состоянием посевов Азина-Пшеницы в пределах Аксайского района. С 19-го числа мы поедем на тестовые поля по всей области. У нас будет там выставлена эта информация. Пожалуйста, кому интересно, возьмите вот эти рекламные проспекты и подключитесь, и отслеживайте эту информацию. Каково состояние по запасам влаги? У нас на паровых полях хороший запас влаги до почти 195, даже в некотором случае 200 мм. На непаровых предшественников не повышается выше 130 мм. То есть здесь у нас нет промачивания еще метровой толщи. Горизонт подвешенной влаги у нас на 60, максимум 70 см, а где-то даже и на 30 и 40. То есть пока еще те осадки, которые были у нас в октябре, в ноябре, в декабре, не дали нам пополнение грунтовой толщи. За этим это тоже нужно отслеживать. Теперь по нитратам. Только на паровых посевах нитраты у нас более или менее достойные. В метровой толщи где-то около 60-80 кг на гектар. Но верхняя толща до 40 см удивительно, но по всем предшественникам имеет один и тот же показатель – 10 мг на килограмм. То есть практически ситуация довольно серьезная с нехваткой азота, учитывая то, что все-таки сейчас и растения, и почва вошли в стадию покоя. Мой призыв – пожалуйста, выдержите ту технологию питания, которую вы для себя всем выработали. А мы будем вам помощники в этом. Спасибо. Вы говорите прекрасную ситуацию. Ситуация ужасная. Процент организации пшеницы грызуны в жестерии. Мы боремся всеми способами, которые мы можем делать, но они неэффективны. Заселение сумасшедшее. 20 лет такого не было. И начиная с Востока, я в зиму закупал столь буквально 3 дня назад. Почтовно от коров. Я проехал там поля в ужасном состоянии, как шахматная доска. А вы говорите, все хорошо. Все ужасно. Хорошо. Ну я оперирую статистикой, вы оперируете своими наблюдениями. Наверное, эти две информации нужно соединить. Это вопрос к Россельхозцентру, их защитникам. Они отвечают биологией. А сегодня есть Россельхозцентр? Нет. Нет, по-моему. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...